Самый большой праздник для Самары, День города, уже на пороге. 10 и 11 сентября грянет такое, чего вы еще никогда не видели. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. И в гостях у меня сегодня человек, который приоткроет завесу тайны, чего же нам всем ожидать в эти выходные. Александр Иванович Репенецкий, здравствуйте. Добрый день. Александр Иванович, прошу буквально в трех словах рассказать, что же такое нас ожидает в грядущие выходные, а потом еще поговорим о нашем прекрасном городе и о том, чего он заслуживает. Я, наверное, начну, может быть, с пафосных фраз. Но нас ожидает действительно уникальное историческое событие, когда нашему родному городу Самаре будет присвоено звание города трудовой и боевой славы. Это первый город Самарской области, который получает такое звание. И вот это звание, оно действительно поможет поднять статус города и, наверное, даст лишний повод нам, самарцам, гордиться нашим замечательным городом. Все эти празднества, как вы уже сказали, 10-го, 11-го пройдут. 11-го будет само торжественное вручение на площади Куйбышева. Что вручать будут? Как это выглядит? Потому что никто же не знает. Вручать будут три предмета, символизирующие вот это звание. Это прежде всего грамота, где будет написано о том, что Самара становится городом трудовой и боевой славы. Это такой своеобразный памятный знак, который свидетельствует о том, что мы стали данным городом. И это лента, которая будет прикреплена к знамени города Самары. И там тоже будет написано, что мы город трудовой и боевой славы. Это все будет в очень торжественной обстановке. Естественно, будет вручать Николай Иванович Меркушкин в присутствии, ну, так скажем, очень значимых людей Самары, которые сейчас определяют лицо города и, конечно, ветеранов. Вот такой вопрос. Насколько хотели ли мы этого? То есть добивались ли мы такого звания? То есть каким образом город какие-то действия предпринимал? Нет, потому что звание почетное, да, чтобы у города было такое звание. Какие-то шаги мы предпринимали заранее для того, чтобы этого добиться? Конечно. И вот, насколько я знаю, вот это рассмотрение вопроса о том, чтобы присвоить Самаре такое звание, проходило в течение восьми месяцев. Работала специальная комиссия. Необходимо было подготовить и обоснование, почему Самара должна получить это звание. Необходимо было подготовить все документы, разработать вот эти вот визуальные знаки. Поэтому это проходила очень большая работа. Вот она сейчас получает достойное завершение. Насколько, вот вы сказали, что это поднимет статусность каким-то образом города. Что мы выиграем от этого, ну, на ощупь, так скажем? Что-то будет такое, помимо гордости и патриотического чувства? Ну, я думаю, что, может быть, на ощупь мы ничего и не выиграем. Но то, что мы будем жить в городе трудовой и боевой славы, это, конечно, повысит и престиж каждого, наверное, жителя города. Ведь посмотрите, как гордятся жители городов-героев. Мы живем в городе-герои, а мы будем говорить, мы живем в городе трудовой и боевой славы. Вот как раз об этом хотела сказать, что очень многие люди, которые живут в городах-героях, они, когда спрашиваешь, где ты живешь, в первую очередь они произносят город-герой. Город-герой, да. Но это же формируется, ну, с малых лет, со школьной скамьи, наверное. Как у нас это будет? Понятно, что наше новое поколение, да, им будут рассказывать уже на уроках истории или там общество знаний о том, что вы, ребятушки, живете в городе боевой и трудовой славы. Как нам-то кто уже вырос, как-то подрос, и уже мы не проходим такого обучения, мы-то с вами адаптируемся к этому, мы тоже начнем так говорить? Ну, конечно, я думаю, что мы достаточно быстро адаптируемся, тем более, что ведь шла очень большая пропагандистская компания о том, почему Самара имеет, можно сказать, вот такую уникальную историю, что именно она достойна присвоения вот этого почетного звания. Ну, и понятно, что нынешние школьники об этом им очень много говорят и на уроках истории, и на факультетах по краеведению, по обществознанию, они, в общем-то, я думаю, знают, почему Самара достойна этого звания. Давайте тоже пробежимся немножечко, на ваш взгляд, как профессора, почему Самара это достойна, какие такие вот вехи, да, так скажем, можно обозначить и запомнить, да, если вдруг кто плохо учил историю, почему наш город заслуживает этого звания? Вы знаете, вот если говорить в целом, то вот за 430 лет нашему городу, да, вот в этом году исполняется, да, и вот глядя на всю ее историю, действительно понимаешь, что город-то ведь абсолютно уникальный. Ну, давайте к истокам обратимся, когда город строится на левом бережье Волги, то есть получается ситуация с правого берега Московия, русское государство, с левого берега Нагаи и кочевники, и вот именно на левом берегу, вот как перст, возникает Самара. Вокруг море кочевников, сначала Нагаи, потом Калмыки, все они пытаются как-то уничтожить Самару, сжечь, а Самара выстояла, выстояла, и почти 200 лет играла вот роль такого пограничного форпоста, защищая наши восточные границы от кочевников. Вот здесь уже проявляется, можно сказать, уникальность Самары. Дальше мы можем говорить о том, что Самара и самарские жители участвовали абсолютно во всех значимых событиях в истории нашей страны. 19 век, Самарская губерния, именно это решение, то, что появилось в Самарской губернии, Самара стала губернским центром, дало мощнейший толчок экономическому развитию Поволжья. И непосредственно нашему региону, конец 19 века, строятся крупные промышленные предприятия в Самаре. Именно в это время зарождается основа военно-промышленного комплекса, который потом будет развиваться. В 30-е годы Самара становится одним тоже из центров, ну тогда Куйбышев, если уж 1935 года, становится тоже одним из центров промышленного развития. Но, конечно, грандиозный толчок для развития города, и, наверное, это было одной из основ, что мы получаем вот это звание, это годы Великой Отечественной войны. Это, понятно, запасная столица, это то, что Самара стала, Куйбышев стал центром эвакуации промышленных предприятий. Ну вот какой город, наверное, мы не сможем назвать даже городом, который принял 40 промышленных предприятий, который за период с июня по октябрь 1941 года в два раза увеличил численность городского населения, который принял правительство, ЦК партии, массу государственных органов, массу культурных организаций, плюс дипломатический корпус, то есть 22 посольства, две военные миссии и наркомат иностранных дел. То есть вот это вот... Причин много, да? Причин очень много. И дальше будем продолжать тоже, посмотрите, Самара становится космической столицей. И вот в какую область мы не вошли, обязательно возникнут имена самарцев, которые очень много сделали в этой области. Медицина. Сразу кого вспоминаем? Ярошевского, Аминева, Ратнера, космическая отрасль, Козлов, Бережной и так далее. И вот везде так. Культура. Кто первую получил премию за честь и достоинство «Золотая маска»? Вера Александровна Ершова. И вот так вот, наверное, в каждой, в каждой отрасли. Александр Иванович, хочется еще вот какой момент затронуть. Второй год или третий, я сейчас могу напутать, мы отмечаем День города осенью. Раньше у нас был праздник в мае месяце, сейчас мы это делаем осенью. Долгие были перед этим разговоры и так далее. И сейчас тоже все-таки, мне кажется, что историческое сообщество и краеведы-историки, наверное, еще не совсем к общему знаменателю пришли. Что считаете по этому поводу вы? Правильно ли это? И порадовались ли вы этому факту? И с радостью ли на эти выходные пойдете на День города праздновать День города осенью? Я начну со второго, с последнего вопроса. С величайшей радостью пойду и праздновать осенью. Ну и вот когда определяли все-таки, почему осенью, если мы посмотрим на всю жизнь русского народа, то все праздники, они приходятся после уборки урожая, после того, как опустили поля, зерно заложили в гумно. И вот тогда человек, крестьянин, прежде всего, он чувствовал себя свободным. Он мог отпраздновать вот этот год, который закончился. Ну и, наверное, вот по этой ассоциации и перенесли на осень. Все-таки весной у нас праздников мало. Но исторически, да? Исторически, да. Так, конечно. А вот русский народ, он в основном ведь осенью праздновал. Вы знаете, какая будет программа в ближайшие выходные? Что из этого хотелось бы посетить вам? Потому что я знаю, что там будет и для молодежи, и для среднего, и для старшего, и для всех-всех-всех. Ой, вы знаете, вот, к сожалению, человек не может разделиться. Я бы вот посетил все площадки, потому что они чрезвычайно интересны. Здесь ведь будет историческая реконструкция, начиная от князя Засекина и до сегодняшних дней. Здесь будет выступление и наших ведущих пилотов и вертолетчиков, которые 30 минут будут показывать фигуры высочайшего пилотажа. Тоже чрезвычайно интересно. Это будет на набережной. На площади будет выставка самарских сувениров, самарских брендов. Это же тоже очень интересно посетить. То есть я думаю, что куда бы житель Самары не пошел, он останется довольным, он увидит что-то новое. Он как-то, может быть, по-новому взглянет на свой собственный город. Вот о брендах тоже хочется поговорить с вами, потому что это не такое давнешнее веяние, такое именно брендирование особенно городов, регионов. Оно не так давно появилось и набирает обороты. Тоже, как вы к этому относитесь, и с точки зрения исторической, правильно ли у нас используются эти бренды, и люди, которые молодые, люди креативные, которые хотят вроде от хорошего желания поднять престиж города и так далее. Все ли они делают, на ваш взгляд, правильно с исторической точки зрения и грамотно ли это? Вот действительно, вы правильно сказали, что в последнее время очень много говорится о брендах. И вот посмотрите, как оживилось так, ну, можно сказать, интернет-сообщество, когда объявили о том, что собирают предложения, а какие бренды России будут на новых купюрах. И самарцы ведь самые-самые разные бренды предлагали, но, насколько я знаю, победило два бренда. Это «Ладья» и «Драматический театр». И вот когда комиссия, историческая комиссия работала по направлению присвоения городу звания трудовой и боевой славы, мы тоже очень много говорили о брендах, я вот сейчас не могу сказать до 11-го числа, какой бренд будет на этом празднике, но ведь брендов очень много. Вот даже такой бренд, который вроде бы и не используется, подшипник. Здесь было два крупнейших подшипникового завода. И все, кто изучает историю Великой Отечественной войны, они все говорят «Тонкоград». Это нынешний Челябинск, «Тонкоград». Но почему-то не упоминается, что убери куйбышские подшипники, и танки-то ведь не поедут. Поэтому «Тонкоград» работал на наших подшипниках. И здесь и нефтяная вышка. Если вы помните, на старом гербе Самары, Куйбышева, была именно нефтяная вышка. И там «Колос» был, потому что у нас действительно выращивается замечательное зерно. Но бренды постоянно меняются в связи с изменением такого вот исторического сознания, истории. Но какие-то бренды, они, конечно, остаются на века. Но вот, я думаю, вот та же «Ладья», сколько бы времени ни прошло, это все равно будет бренд Самары. А драматический театр уже фактически два века наш бренд. Да, почти. Да, почти два века. В этом году, насколько я знаю, вот День города, сами эти празднования, они уникальны еще тем, что, ну, если раньше в прошлые годы получалось, что весь город стекался только в центр, это площадь Куйбышева набережная, да, и вот Самарский-Ленинский, может быть, район. А в этом году у нас грандиозные там тоже какие-то празднования и в Красноглинском, и в Кировском районе очень много площадок. Вот это расширение границ праздников тоже, ваше мнение, хочется узнать на этот счет, да, и, может быть, вы слышали, как люди отзываются об этом. Потому что, я думаю, что просили, наверняка многие просили, чтобы и к ним праздник пришел в отдаленные районы Самары в том числе. Да, это вообще замечательная идея городских властей, сделать еще три площадки, так скажем, отдаленные. Это Куйбышский район, Кировский район, три площадки, где будет выступление артистов, где будут всевозможные выставочные площадки. И будут поставлены громадные экраны, чтобы люди себя чувствовали вот причастными к этому событию. Одно дело все-таки, не в укор сказано, смотреть по телевидению, как вручают, а другое дело стоять вместе со своими согражданами, и вот на большом экране видят всю вот эту вот грандиозную церемонию о присвоении Самары вот этого замечательного звания. Вот понятно уже, в городе про это говорят, я могу сослаться на студентов, которые очень положительно восприняли о том, что они могут у себя, так скажем, в своем районе посмотреть это все на большом экране. Хотя студенты, они поедут в основном на площадь, на набережную. Нет, есть не только студенты, а люди, которым действительно может быть проблематичнее. А студенты воспринимают так хорошо, значит, остальные горожане еще лучше. Вот мы сейчас с вами говорили о патриотизме и о чувстве единения между гражданами, потому что был у нас в стране период, когда нам это не нужно никому было, другие проблемы были и так далее. Сейчас, к счастью, на мой взгляд, ведется такая большая работа по воссозданию, да, и возрождению, так скажем, вот этого правильного, непафосного, да, правильного чувства патриотизма и среди детей, и среди даже тех людей, кто уже давно вырос и помнит эти непатриотические времена. Как, на ваш взгляд, ведется эта работа, ведете ли ее вы, работая, да, со студентами, потому что вы тоже молодое поколение взращиваете, и насколько это, ну, плодотворно эта работа, добиваемся ли мы тех целей, которые мы ставим? Вопрос такой объемный, сложный, конечно, но, во-первых, надо сказать, что, наконец-то, государство, ну, наверное, так, определило, что патриотизм – это задача, прежде всего, государственная, и поэтому принята программа по патриотическому воспитанию. Патриотическому воспитанию сейчас уделяется самое, можно сказать, пристальное внимание, и понятно, что работая в педагогическом вузе для нас – это одно из самых, наверное, главных направлений в воспитательной работе. Вот даже сам подход вот к нынешнему процессу обучения и воспитания, он стал несколько по-иному. Одно дело работать, допустим, в вузе, в школе и оказывать образовательные услуги, как у нас это было официально заявлено, мы оказываем образовательные услуги. И совершенно другое, когда сейчас перед нами ставится задача образовывать, учить и воспитывать. И вот это, конечно, ну, я так скажу, вдохновляет и учителей, и вузовских работников. Ну, а что касается результатов, ведь вот говорить о результатах сложно, они же вот не проявляются вот так вот. Мы подошли и измерили, какой уровень патриотизма проявляется в делах, проявляется в поступках. И вот то, что даже город меняется на глазах, это мне тоже кажется патриотизм. То, что жители очень объективно и с пониманием воспринимают, вот там где-то улица перекрыта, что-то это, и все говорят, да, но вот к 18-му году-то как замечательно будет. Это тоже патриотизм. И мне кажется, что результаты очень хорошие. Я еще хотела поговорить о как раз вот студентах, о школьниках, вот об этом поколении, которое, на мой взгляд, тоже, и многие об этом говорят, люди, кто с ними работает, что появилась искренность в желании помочь ветеранам, вести какую-то волонтерскую работу, деятельность. Опять же, видите ли это вы, насколько ваши студенты откликаются на предложение бесплатно сделать что-то хорошее для тех людей, кто ваял наше будущее и работал в тылу, да, те же самые наши ветераны. Да, вот вы знаете, волонтерское движение, оно сейчас получает очень большой размах, и вот я сужу по своему вузу, волонтерские отряды у нас созданы и на факультетах, и при музее истории университета. И вот, если говорить о наших волонтерских отрядах, это прежде всего два направления. Волонтерские отряды, работающие при музее, это прежде всего помощь ветеранам университета, и они оказывают действительно очень большую помощь, и по уборке квартиры, ну, все, что необходимо. А, допустим, на факультете специальной педагогики и дефектологии волонтерский отряд работает с тяжело больными детьми. Они приходят в больницу, они показывают какие-то спектакли, они индивидуально общаются с этими детьми. Это же тоже вот требует очень больших душевных сил, зная, что перед тобой маленький ребенок, который непонятно, как бы сложится его дальнейшая жизнь, и никто же в эти волонтерские отряды не загоняет. Это только добровольная работа, и так как они все время расширяются, мне кажется, что вот совершенно право, вот искренность в отношении между людей, и вот уважение к тем людям, которые были до тебя, оно действительно в обществе повышается. — Хочется к Самаре еще вернуться. Вот 430 лет, ну, да, там немаленькая, да, так скажем. Вот, двигались мы, двигались 430 лет. В правильном ли направлении мы движемся? Что? Есть какие-то, может быть, основываясь на исторических событиях прошлого, да, мы же всегда думаем о будущем, опираясь на прошлое и что-то пытаемся проанализировать, прогнозировать и так далее. Куда мы движемся? Что будет Самарой через еще 430 лет? — Сложный вопрос. — Ну, это на фантазии. — Да, на фантазии. Тут, наверное, у каждого будут свои собственные ответы, что будет Самарой. Ну, а как мы двигались? Мы же ведь город, который входил в наше государство. Вот куда государство и двигалось, туда и мы двигались. Очень часто движение нашего города зависело не от желания самарцев, даже не от желания властей города, а от того, как решали наверху. Ну, например, в 50-е годы мы становимся закрытым городом. У нас... Мы полностью прекращаем отношения с иностранцами. Они и так небольшие были в стране, но и другие города выделили иностранцев. А у нас, посмотрите, ни одного иностранца. Корабли, теплоходы, проплывающие по Волге с туристами иностранными, Самару проходит Куйбышев ночью. Поэтому такого города и как бы, и нет. И это, конечно, отразилось и на самом городе. Ну, что больно-то вот тут вот так, скажем, развивать, реставрировать. А, для своих сойдет, а иностранцев здесь нет. И вот то, что происходило в стране, вот эти все перипетии исторические, они, конечно, отражались на истории города. И я повторюсь, вот тут не всегда самарцы могли выбирать свой вектор развития. Все сверху. Ну и через 430 лет как бы вам хотелось, чтобы наш город выглядел? Ну, если говорить в общих словах про цветающим городом, чтобы имя Самары, оно действительно звучало во всем мире. Оно и сейчас уже, можно сказать, такое вот брендовое имя, благодаря и губернским, и городским властям. Очень много мы видим по прессе, по центральной пишут, говорят. В интернете очень много говорится о Самаре. Ну, вот хотелось бы, чтобы самарцы завидовали, что мы живем в таком замечательном городе. А мы только могли гордиться нашей потомки, что они живут. Хотя, конечно, 430 лет – это очень большой период. Вот немножко тоже еще о гордости и о том, что у самарцев, у коренных самарцев, они всегда с гордостью говорят, как бы что в городе ни происходило. Они всегда с гордостью говорят, что мы самарцы, что мы здесь родились, всю жизнь там прожили, работали и так далее. И есть такой момент, на мой взгляд, что, может быть, это связано с тем, что город был запасной столицей, что мы вот такие самарцы, ну, все-таки так близки, да, к столичным людям. То есть у нас все равно уровень образования всегда был высокий, уровень культуры был всегда высокий. Насколько это сейчас, на ваш взгляд, поддерживается, да, и будет ли так продолжаться? Или в какой-то момент это застопорится, как бы, и мы станем провинциалами? Да, вы знаете, тут вот сложно, наверное, говорить. С одной стороны, да, мы стараемся как-то соответствовать столичному городу, но, с другой стороны, ведь у каждого города своя судьба, и поэтому, так скажем, копировать столицы, наверное, не нужно, на мой взгляд. У нас своя история, у нас свои бренды, у нас свои точки гордости. Вот, наверное, это и надо развивать. Ну, тут может быть разное мнение. Спасибо вам огромное, что пришли, рассказали. Я думаю, что многие наши жители, самарцы и гости придут 10-11 числа, да, будем все вместе, дружно, единым целым организмом праздновать День города. Обязательно сходите в эти выходные на празднование Дня города Самара. Я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова